Всем привет! Я думаю, вы знаете, сегодня очень популярны нейросети и искусственный интеллект. Вы и сами прекрасно слышали, как с помощью нейросетей люди могут выполнять трудоемкую работу за считанные минуты. ИИ уже может написать за вас любой текст, написать программный код по вашему запросу, придумать дизайн и многое-многое другое. И это, конечно, очень круто, но я подумал, сможет ли ИИ написать бит? Сегодня мы это узнаем. Вы 100% слышали про чат GPT и, к сожалению, он не генерирует музыкальные файлы, он может только писать текст. Грубо говоря, вы можете задать ему любой вопрос и он на него ответит. Да, жалко, бит он нам не напишет, но мы можем спросить у него, как написать бит. Я уже это протестировал и вот что у меня получилось. Придумай аккорды для страшной мелодии. Конечно, вот несколько вариантов аккордов для страшной мелодии. Эти аккорды имеют мрачное звучание и могут создать атмосферу страха и напряжения. Однако, обратите внимание, что на создание страшной мелодии влияют не только аккорды, но и музыкальная аранжировка, темп, ритм и использование звуковых эффектов. Мне показалось, что это слишком просто. Он мне написал аккорды, поэтому я решил задать более точный вопрос. Он сам сказал, что на создание страшной мелодии влияют не только аккорды, но и музыкальная аранжировка, темп, ритм и использование звуковых эффектов. Поэтому я написал придумай музыкальную мелодию со страшным настроением. Назови темп, ритм, аккорды этой мелодии. Конечно, вот моя идея мелодии со страшным настроением. Темп, умеренно медленный, 60-70 ударов в минуту. Ритм 4 на 4, с акцентом на первом и третьем ударах каждого такта. Мелодия начинается с низкого тяжелого звука басовой гитары в тональности ми минор. Затем добавляются звуки синтезатора, создающие глубокие темные звуки, которые вращаются вокруг основной мелодии. Основная мелодия начинается с длинного медленного звука. Вау. В общем-то, чат дал нам ответ. Давайте попробуем это сделать. Я прописал последовательность аккордов, которые он мне дал, и получилась вот такая вот мелодия. Или мне кажется, или она вообще не страшная. Он в конце написал, что мелодия заканчивается на ноте ре, которая увеличивает напряжение и создает ощущение незавершенности. Это, конечно, очень весело, но все мы прекрасно понимаем, для чего мы здесь собрались. Придумаем музыкальную мелодию для жанра трэп. Назови темп, ритм, аккорды этой мелодии. Конечно, я могу придумать музыкальную мелодию для жанра трэп. Темп 140 ударов в минуту. В музыке трэп обычно используются доли 1,8, 1,16. Для трэп музыки характерны повторяющиеся аккорды, обычно с тяжелым басом. Он уже начал какую-то эту программную строку писать. Ниже приведен пример мелодии в жанре трэп, основанной на указанных параметрах. Это только один из множества возможных вариантов, но надеюсь, он вам понравится. Звучит интересно. Давайте попробуем это сделать. Это не совсем трэп. Но в принципе, я представляю трэп бит с такой мелодией. Он даже расставил кик и снейр на каждую 1,4 такты. Он прямую бочку типа расставил. Ладно, давайте попробуем сделать еще что-то более конкретное. Я хочу от него получить конкретный бит. Это, конечно, все здорово, но мне надо рэп, ребята. Я сказал ему написать мелодию в жанре дрэп, в стиле поп-смоук. Окей. Он тут говорит про гитарные аккорды, поэтому логично будет использовать гитару. Мы строго следуем его вот советам. Аккорды ДМГ, ДМГ. Блин, это какой-то слишком веселый дрэп. Он не понимает настроение. Ему надо бы указывать настроение. Давайте укажем настроение. Мелодия должна быть мрачной. Он дал мне вот такие вот аккорды. Ну, он все равно выдал что-то веселое. Он мне сделал мелодию интро Gravity Falls. Ладно, последняя попытка. Я вижу, что у него не получается. Давайте попробуем дать ему еще один шанс. Возможно, он сейчас нам выдаст что-то крутое. Придумай грустную гитарную мелодию. Укажи ее аккорды и покажи расположение нот на пианино. Укажи темп мелодии. Вау, он мне тут рисует, как оно должно располагаться. Ну, конечно, это не так представлял себе. А, он мне даже нарисовал, как играть на гитаре отдельные ноты. Вау, это прикольно. Не обращайте внимания, что я так медленно это все расставляю. Просто я порезал руку. Ну, кстати, с грустными мелодиями у него получается лучше. Реально, он написал грустную мелодию. Это неплохая последовательность аккорда. На этом можно построить, наверное, полноценный бит, если тут подзапариться. Ну, я такого что-то накидал. Ну, вроде неплохо. Да, тут можно работать, но для на бит. Вот такой вот ролик получился. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И обязательно напишите, делать ли мне еще подобное видео, где мы, например, спросим что-то другое, что-то GPT. Возможно, у вас есть идеи, которые я смогу реализовать в следующих видео. Напишите их в комментариях. Также напоминаю, у меня есть группа Спасибо Влад. Там вы можете заказать сведения, мастеринг и найти множество качественных битов по доступным ценам. Их писала не нейросеть, а я. Также ссылка в описании на мой телеграмм. Обязательно туда переходите. Ну, а с вами был я, Влад Майл. Всем удачи, всем пока. Прощайся со зрителем моего YouTube канала. Приветствую вас, дорогие зрители. К сожалению, пришло время попрощаться. Я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы были со мной. Желаю вам всего наилучшего и до новых встреч. Хватит с меня на сегодня.